Новосибирск 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 Добелось форсировать Десну, Днепр, Припять. Все делали, чтобы скорее как изгнать фашистов. Они издевались над нашим народом. У нас самая ненависть была жуткая. Она еще нас воодушевляла до уничтожения такого зверя, как фашисты. В 43-м году командир полковой батареи 76-мм пушек Дмитрий Бакуров отличился при форсировании Десны. Ночью он вместе с двумя бойцами переплыл холодную полноводную реку, оборудовал наблюдательный пункт на западном берегу, произвел разведку позиций врага, умело корректировал огонь артиллерии. Невероятно трудной и опасной была переправа через Днепр. Едва ступив на землю, красноармейцы открыли огонь. Не выдержав натиска, враг отступил, потеряв танки, минометы и около двухсот человек. Личный архив Дмитрия Алексеевича, фотографии, фронтовые письма, наградные документы сегодня на выставке «Солдат России», размещенной в вагоне поезда музея «Новониколаевск-Новосибирск». Мы согласовали это с Дмитрием Алексеевичем, членами его семьи, ну и вот готовили эту экспозицию практически с лета 2016 года. Практически на каждом плакате мы старались поместить, разместить слова самого Дмитрия Алексеевича Бакурова. Его оценка происходивших событий или сегодняшних. Мы считаем, что это очень важно. Во вторник Дмитрий Алексеевич отметит 95-летие. В полдень героя ждут в правительстве Новосибирской области. Имениннику приготовили много сюрпризов. Завтра в честь юбилея Дмитрия Алексеевича Бакурова в Новосибирске организуют телемост. На связь выйдут Барнаул, Белгород и Москва. Героя Советского Союза поздравит однополчанин, который всегда говорил, что капитан Бакуров для подчиненных был как отец родной. Анатолий Харитонов, Борис Гладких, новости ОТС.